Владимир Радамович, хочу спросить у Вас, каковы новейшие тенденции в области систем безопасности? Системы безопасности, как я уже сказал, сейчас во многом пересекаются с системами автоматизации зданий, потому что уже не первый год у нас поднимается тема о том, что обилие и объемы инженерных систем зданий, они требуют соответствующего управления, уже исходя из того, что инженерные коллизии, которые могут при этом наступить при их эксплуатации, они могут привести к гораздо более значимым потерям, чем наши традиционные системы безопасности. Это одна из причин того, что сейчас очень большое внимание уделяется конвергенции инженерных систем и систем безопасности. Поэтому на последних выставках это началось в таком очень широком масштабе на прошлой выставке во Франкфурте Лайден Билдинг, когда одновременно прошли два мероприятия, это инфосек, форум и сама по себе выставка Лайден Билдинг на одной территории в одно время, и одной из ключевых тем была заявлена именно конвергенция систем безопасности, систем автоматизации зданий. Если до этого, до 2016 года, это было как бы две абсолютно отдельные темы, и тема безопасности на выставке Лайден Билдинг и в программе конференции просто не рассматривалась, это как бы были отдельные вещи, то здесь она стала просто ключевой темой и была как ключевая заявлена. То есть это говорит о том, что сегодня системы безопасности, они именно вливаются в системы управления инженерным оборудованием зданий, соответственно. Но более того, все это рассматривается не просто как слияние двух систем технических, а как слияние идеологий. То есть мы идем вот к тому, что теперь называют цифровизацией, соответственно, и цифровизация рассматривается как единый носитель, единая среда, которая обеспечивает управление, контроль всем этим и инженерным оборудованием, и оборудованием безопасности, соответственно. Вот. И для этого были предложены в 16-м году во Франкурте пять сценариев управления зданиями, в которые сводятся практически все наши ситуации, которые возникают с точки зрения разрешения ситуации по безопасности и по управлению инженерными системами, включая штурмовые предупреждения, отработку взломов, так сказать, отработку штатных и нештатных ситуаций. То есть оказывается, что это в принципе можно уложить в пять сценариев, которые были предложены к рассмотрению этой выставки, и все это можно сделать на одной сети, в которой ведущие места занимают у нас IP-приложения. То есть мы переходим к IP-протоколу как к единому, но здесь, выходя на этот новый уровень технического оснащения и подхода к управлению, мы получаем в то же время, естественно, новые качества и новые проблемы. То есть прежде всего это то, что теперь называют кибербезопасностью. И кибербезопасность становится основным моментом и проблемой цифровизации и требует соответствующих подходов. Нельзя сказать, что это во всем абсолютно новые подходы, но просто сейчас очень хорошо вписываются в эту концепцию у нас те стандарты, которые были разработаны для безопасности информационных сетей. То есть это все получает новое развитие и выходит на новый уровень, соответственно. То есть просто конкретизируется и уточняется, по большому счету, поскольку уже проработки такие имели место. И мы можем использовать их уже не только для информационной безопасности, но и для всего комплекса управления инженерным оборудованием здания и безопасности. То есть можно даже, наверное, сказать, что решается проблема в том числе и безопасность самих систем безопасности. Да, безусловно. И здесь как раз, поскольку все эти системы сегодня работают с цифровым представлением данных, то есть мы получаем какие-то данные от наших датчиков, соответственно, потом они преобразуются в цифровую форму и передаются по каналам. Соответственно, и здесь как раз безопасность этих данных, она выходит на первое место. И в широком смысле слова мы эти данные, будь то данные о работе инженерных систем, либо данные, которые мы с датчиком безопасности получаем, мы обязаны их защитить уже в цифровом формате, то есть обеспечивая кибербезопасность наших систем и вообще всей структуры обмена данными, в том числе и обмена, и хранение, соответственно. Поэтому здесь уже начинают работать именно стандарты, которые выпущены и для систем безопасности, и для информационной безопасности. И, конечно, большое место имеют новые стандарты, которые нормализуют, нормируют, вернее сказать, работу системы, которая сейчас называется интернетом вещей. То есть это уже то, что называется большие данные, статистика, обработка. В принципе, это известные вещи. И здесь можно отметить, что с одной стороны мы имеем массовые предложения, и не говоря уже, что практически близко к навязыванию, иностранными фирмами, таким крупнейшими, и оборудование, и систем хранения данных, и обработки. В то же время, как оказывается, есть наши отечественные очень интересные разработчики, которые позволяют этот процесс существенно нормализовать и обеспечить его оптимизацию. Оказывается, что вот в этой структуре съема и обработки данных очень малое количество этой информации имеет соответствующее значение. То есть ее можно на самом деле ранжировать. И оказывается, что больше половины информации, она очень малозначима на самом деле. И фактически оказывается, что многие компании-производители, которые предлагают нам интернет-вещая и обработку, просто навязывают нам сбор огромного количества данных, которые по большому счету, как минимум наполовину, просто не нужны. Другой вопрос, как понять, какие данные нам нужны, как не нужны. И наши как раз отечественные разработчики, оказывается, уже достаточно давно разработали систему, которая ведет статистическую обработку данных от конкретного объекта и потом делает значимые выборки. И это в итоге позволяет существенно сократить объем информации, которая подлежит обработке для получения соответствующих результатов на объекте. Хорошо. Я вот тогда спрошу вас вот о чем. Вот в связи с этими инновациями, прямо скажем, тенденции, которые вышли часто на первое место или выходят, какая должна быть позиция у логиков, проектировщиков, у интеграторов, даже у монтажников? Насколько у них должно измениться мышление, отношение к работе? И вообще, что сейчас от них потребуется, чтобы быть в тренде? Ну, я достаточно давно работаю на рынке автоматизации зданий. И скажу прямо, что всегда главной проблемой была популяризация этого вопроса. То есть мы привыкли к стандартным решениям, особенно проектировщики. У них есть справочники проектировщиков, у них есть поставщики оборудования, с которыми они в основном работают, есть ограничительные перечни, списки и так далее. И здесь, конечно, необходимо обеспечить популяризацию. Сейчас есть один такой интересный момент, это наше присыловое импортозамещение, которое, помимо всего прочего, позволяет обратить внимание на те интересные, реально появившиеся у нас решения, которые позволяют сдвинуть вот это вот с мёртвой точки. Это жизнь заставила. Да, заставила не просто, я извиняюсь, тупо применять те решения, которые нам предписывает заказчик. То есть это, как правило, к сожалению, бывают конкретные бренды. А что все мы знаем, что на самом деле самое лучшее решение – это многобрендовые решения. Потому что в одном бренде, как правило, очень трудно реализовать оптимальный проект. И даже в одном стандарте. То есть поэтому даже в рамках открытых технологий, там наиболее интересные проекты – те, которые включали часто в себя несколько технологий. По ряду причин. Особенно если это крупные территориально разнесённые объекты. Вот там разнородные требования, которые трудно соблюсти в рамках какой-то одной концепции и технологии. Вот здесь примерно то же самое. И мы в рамках вот этих вот новых требований можем, имеем возможность обратить внимание на те решения, которые, к счастью, появляются на нашем рынке отечественном, и которые могут эти проблемы решить. То есть потенциально у нас такие возможности есть? Да, есть. И, вы знаете, в общем-то не стыдно за то, что делают наши компании. Я уж не говорю, так сказать, непосредственно о компании, которую я представляю. Но действительно сейчас предложения от отечественных компаний очень неплохие. И, кстати, мы это видели на сегодняшней конференции, когда наши, в том числе и из далеких регионов компании, предлагают очень интересные решения реально. Ну и по активности, по вопросам, которые звучали и заново, мы уже говорим, что это, так сказать, резонирует с тем, что люди ожидают. Да, и вот это действительно определенный путь и выход. Если мы будем его грамотно развивать, то я думаю, что это окажет большую пользу в продвижении тех решений и задач, которые перед нами сегодня поставлены. Хорошо, спасибо. Но мы будем стараться популяризировать то, о чем вы сказали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!